Начало летних каникул это радостное время для всех учеников, но работа учебных заведений не останавливается. А наоборот, в них самих начинается самое интересное и трудоемкое. Обновление интерьеров, мебели, приобретение учебных пособий, подготовка здания пришкольной территории к следующему учебному году. Зачастую администрации школ не обойтись без серьезной поддержки. На помощь приходят федеральные программы, например, по капитальному ремонту образовательных учреждений «Новая школа» от партии «Единая Россия», которая сейчас реализуется во многих школах Тверской области. В этом году благодаря программе «Новая школа» проводится полноценный капитальный ремонт в 1768 школах нашей страны. В Тверской области по этой программе будет отремонтировано 37 учебных заведений. В настоящее время капремонт идет в 15 учебных заведениях. Мы посетили одну из них – Горютинская школа в поселке Сахарова Тверской области. К мониторингу работ по капитальному ремонту образовательных учреждений подключаются как родительские сообщества и педагогический состав, так и депутаты различных уровней, которые находятся в постоянном контакте для оперативного решения возникающих вопросов и контроля ремонта. В инспектировании лично принял участие руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев. Все работы выполняются качественно и в основном мы выдерживаем сроки. Сроки у нас в принципе не нарушаются. Во время капитального ремонта в школах заменяют и восстанавливают различные строительные конструкции. Обновляют кровлю, потолки, межэтажные перекрытия и полы. Устанавливают новые окна и двери, ворота и лестницы. Все это делается для того, чтобы в начале следующего учебного года дети пришли в обновленное и красивое здание. Важным моментом становится то, что после ремонта Горютинская школа сможет принять большее количество учеников. В нашей школе на сегодняшний день учится 653 человека, а с 1 сентября их будет уже свыше 700. Работа данный ремонт является комплексным, капитальным. В здании делается практически все. Полная замена системы отопления, водопровод, канализация, электричество, отделка помещений. Практически с нуля мы получим совершенно новую школу. Очевидно, что капитальный ремонт это очень важное событие как для руководства школы, так и для ее учеников. Именно поэтому администрация образовательного учреждения решила привлечь к этому и своих воспитанников. Еще в прошлом году детям был предложен проект, в рамках которого нужно было придумать новый дизайн школы. Победительницей этого творческого соревнования стала ученица 11 класса Муродова Фариза. Сначала я взялась разрисовать какую-то стену в школе, а потом оказалось, что у нас будет капитальный ремонт. И я решила принять в этом участие. Это было очень долго, очень сложная работа, но я думаю, я справилась. Все, что я целый год делала, его реализовали, мой проект. Было вообще классно, да. Владимир Васильев позитивно оценил происходящие в школе перемены и пожелал скорейшего успешного окончания ремонтных работ, чтобы 1 сентября горюзинские школьники пришли в обновленное здание, в светлые и чистые классы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова